Форум открылся торжественной церемонией у обелиска Минск, город-герой. Там собрались более 200 молодых людей, чтобы возложить цветы и почтить память героических предков. Среди участников форума молодежь столицы. Многие из них уже работают на госслужбе. Анна Прокофьева всегда была человеком с активной позицией. Барсэм стал частью жизни еще в школе. И теперь она с гордостью принимает участие в новом для города мероприятии. Это очень важно. Я очень рада, что мне посчастливилось попасть в число первых, создать, так скажем, историю, сделать первый шаг. Работу форума разделили на четыре тематические секции. Среди самых интересных – патриотическая. Сегодня наша молодежь, мы об этом говорили уже неоднократно, это наше будущее, это наше завтра. И кто, как не мы, сегодня, в принципе, должны заняться воспитанием, формированием сознания нашей молодежи. Молодых людей решили познакомить с работой Совета Республики. Участники посетили залы, где обсуждаются важные государственные вопросы. Екатерина Ковалевич, которая с детства мечтала быть управленцем, в Верхней Палате Парламента впервые. Впечатление просто незабываемое. Мероприятие стоит того, чтобы присутствовать здесь. Поразило масштабы вот этого вот всего, что есть в нашей Беларуси. Если второй будет форум, я, естественно, хотела бы принять здесь участие. Следующая остановка – Белорусский ОМОН. Здесь молодые люди пообщались с сотрудниками отряда на разные темы, главное из которых – патриотизм. Один из приоритетных вопросов работы форума – это идеологическое воспитание молодежи. Поэтому участников решили познакомить с юными патриотами, воспитанниками военно-исторического клуба «Орлята. Наследники Победы». Побывали гости и в музее ОМОНа, оценили техническое оснащение отряда и даже научились самообороне. Это еще раз. Работа форума завершилась пленарным заседанием. На повестке самые важные вопросы – условия работы для молодых госслужащих, их вовлечения в патриотическую и информационную деятельность столицы. По итогам приняли декларацию государственных служащих. Кроме того, решили, что форум станет ежегодным и выйдет на республиканский уровень. Наша декларация направлена на закрепление нашей обязанности сохранять историческое прошлое, а также обеспечивать и повышать качество жизни каждого гражданина Республики Беларусь. Я считаю, что каждый человек должен гордиться тем, что он молодой государственный служащий. Системная работа с молодежью, реализация той государственной молодежной политики, которая осуществляется у нас в государстве, они создают вот этот вот фундамент. Привлечь молодых людей к государственной службе – одна из приоритетных задач политики нашего государства. Для этого выстраивают эффективную систему закрепления молодых специалистов. Это позволит обеспечить преемственность в работе и поднять уровень профессионализма молодежи. Диана Головач, Татьяна Сидоренко, Максим Курьян, Ольга Бабарека, СТВ.